Вот так сегодня выглядит дом на улице Пятигорская. В результате пожара, который случился в понедельник, дом лишился мансарды и пятого этажа. Здесь продолжается разбор завалов. Сегодня на место прибыл первый вице-губернатор Краснодарского края. Андрей Алексеенко застройщик заверил, дом он полностью восстановит. Мы уже дали свет и воду на нижнем этаже. Устанавливаем сейчас вентиляцию. Пополнительно рядом идут электрики, сантехники. С ней весь это работает. Проблему самовольного строительства продолжили обсуждать уже на специальном совещании в администрации курорта. Андрей Алексеенко отметил, что дом на Пятигорской – это целый ряд серьезных нарушений. Он размещает многоквартирный дом, мягко говоря, неразумно, незаконно и невозможно. Потому что нет даже соответствующего подъезда туда. Не просто специализированные техники, туда грузовая техника подходит с трудом. Мало того, объект не обеспечен и ближайшая территория не обеспечена никакими возможностями подключения гидрантов или чего-либо. Также выяснилось, что сгоревший дом на Пятигорской был узаконен на основании липового заключения. Эксперт уже во всем призналась, явившись с повинной. Сегодня же на совещании глава города Анатолий Пахомов привел еще один пример. Строящийся дом в переулке Известинский в Адлерском районе. При возведенных пока только пяти этажах незаконному строению уже выдали заключение экспертизы на семь. Это признаки преступления о предоставлении заведомо ложных данных в суд. Ведь заключение на семь этажей при построенных пяти этажах – это же подлог документов. А в большинстве случаев оно так и есть, что все эти заключения экспертизы писались на коленки экспертами, которые даже понятия не имеют, где расположены этот объект. И в лучшем случае видели его на фотографии. Вице-губернатор поручил перепроверить заключение экспертов по всем домам, которые были введены в эксплуатацию решением суда. Таких в Сочи – 161. Там же, напомню, пройдут проверки пожарной безопасности. Кроме того, наконец, начнется снос самостроев. Уже в понедельник такая участь ждет два дома в Амеретинке. Ни у службы судебных приставов нет средств, ни застройщики не хотят за свой счет сносить те дома, которые они построили. Поэтому главой города принято решение о привлечении внебюджетных средств. И начиная с понедельника, со следующего понедельника, готовы уже два объекта. Дома снесут, а потраченные на это деньги после взыщут с застройщика. До июня в списке уже стоит пять объектов на снос. Инга Габешия, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.